вот ребята три дня три дня я выходил на всякие куфары шмуфары даника было же такое скажи честно и пытался найти какой-нибудь электрика нормального который бы отключил мне вот это рожно вот это вот то есть чтобы я мог спокойно на машине поехать куда-то не обзвонил весь минске этот бомонт электрически и что мне говорят вы знаете мы не можем отключить ваш сейчас я вырублю мы не можем отключить ваш этот иммобилайзер это же крайсер это же серьезная фирма это же она ведь никак не отключается у нас или еще умнее будет а вы приедете ко мне я вам все сделаю я грублядь извиняю за выражение чувак если я мог приехать то нафиг бы ты мне был нужен ну вообще загадка я вот на первом канале на это самое свое возмущение опубликовал и мне так смешно становится иногда вот смотришь 300 объем 300 объявлений электрика в минске 300 там или 400 или 500 блин каждый да мы сделаем вам все в натуре бля буду это никаких проблем мы такие специалисты как только касается чего-то не ну вы знаете это ж надо вы знаете это а вы знаете сколько будет стоить но я интересуюсь ладно а сколько это будет стоить это будет стоить 150 рублей я горит так приезжай ко мне эти 160 дам 170 ты мне выруби эту лабуду чтобы я мог сесть на машину и спокойно на ней поехать не ребята так профессионалы вы извините меня конечно сейчас многие рассказывают мне про это самое а вы знаете что в польше или там в америке или в канаде или еще вы будете работать и с вас будут спрашивать да ребята с меня будут спрашивать у меня сын живет в америке и он будет и он получает там не 200 баксов и не 300 послушайте не надо никогда сравнивать не америку не канаду вы научитесь делать у себя вот этот сраный иммобилайзер вы иммобилизуете я вам дам денег сколько надо слушайте мне я вот за последние три дня или четыре я пытался вот этим говном решить вопрос еще у меня тут вопрос по потолку то же самое горю ребята поменяйте мне потолок ну карпет стоит 10 долларов квадратный метр тут пускай три с плей на квадрата да я вам дам ну 100 долларов дам не ну что за 100 долларов вы что мы мы не сделаем потолок за 100 почему ты не сделаешь потолок за 100 долларов если у тебя остается реально 80 долларов чистого навара твою мать белорусы вы чё вообще уже охренели или нюх потеряли я не понимаю я работаю я иногда бывает работаю за вообще за копейки я пенсию три года назад мне сказали что я не буду на пенсии пока пока не буду на пенсии это нормально вроде как бы блин вы мне рассказываете про какие-то заработки атомные так заработайте на мне что за чудеса такие и в итоге что я почистил контакты поменял батарею и все и у меня машина работает блин кому-то лень было заработать 160 рублей что вы за люди такие специалисты блин врачи не знают как лечить механики не знают как ремонтировать электрики не знают куда обсунуть вообще смешная страна и потом все рассказывают что ну как же мы же такие специалисты такие вы специалисты чему вы специалисты куфор вообще полностью еще два года назад на этом ресурсе можно было что-то интересное сделать найти куда специалисты полностью обосрался ой короче говоря даже не знаю как дальше жить и чем интересно все люди зарабатывают такие бешеные мы покупаем машину за 26 тысяч долларов где-то эти деньги взял красавица новый